Всем привет-привет, с вами Сергей Бондарев, это канал MrForge, который посвящен интернет-маркетингу, продолжению сайтов, социальных сетей, программированию частично, всему, что позволяет зарабатывать деньги айтишникам и ускорять так или иначе работу по проектам, делать их успешными, развивать свои проекты. Короче, канал реально полезный, растет, правда, медленно. К сожалению, если бы я играл на гитаре, если бы я пел песни, если бы я катался на скейтборде, прыгал с парашюта или дрался бы с медведем, то канал бы рос намного более быстро. Это видео посвящено теме, которая меня волнует, она мне интересна и будет полезна вам непосредственно. Это парсинг сайтов. Для того, чтобы спарсить сайт, нам, в принципе, даже можно не учить программирование, можно воспользоваться различными сервисами, такими как Datacall, самый популярный, из дистопных программ для парсинга, а можно написать свой парсер, и для этого не надо много-много всего учить. Сегодня я запишу первый урок про Python. Посмотрим, как он зайдет. Возможно, будут следующие уроки в дальнейшем выходить, и вы быстро освоите эту интересную, классную и охраните какую-то прибыльную профессию. Итак, для того, чтобы нам настроить себе компьютер, нам надо скачать программу PyCharm и зайти в File, System, Python Interpretator, и здесь набрать BS4, скачать, а потом набрать Requests. Если что-то установлено, оно будет синим, либо просто не даст вам установиться. Ну и все. Это первые две библиотеки, которые вам нужны. Третью это CSV, ее тоже можно скачать. Все, больше вам ничего не надо. Парсить мы будем простенький сайт на джимле, парсим одну страницу на примере ненужд SEOшника, который собрать на эти теги и заголовки H1. А домашним заданием для вас будет написать обходчик для урлов. Если не справитесь, то он будет в следующем видео, как и сохранение в Excel. Ну, погнали, наверное. К сожалению, я записывал уже четвертый дубль этого видео. То у меня микрофон отключится, то у меня видео не записалось, то еще что-то. Господи, какая-то проклятая хрень. Уже задолбала. Хочется записать, записываешь, а он то эхо, то еще что-то. Надеюсь, в этот раз действительно все будет хорошо. А если нет, ну его нафиг, честно. Какая-то проклятая тема. Ну и погнали. Для того, чтобы импортировать файл питона, скрипт питона, библиотеку питона, надо написать такую банальную вещь, как импорт. И далее нам нужно библиотеку request, которую мы уже установили. Следующее, нам надо обратиться к библиотеке beautiful.supa, которая парсит у нас HTML, документы, вообще чего хочешь. Парсит, если сильно захотеть. Импорт, в принципе, отлично. Парсит AJAX. Beautiful.sup. Вот такие две штуки мы написали. И, заметьте, я особо там сильно руками не набирал ничего. Так бы еще копирайтерам можно было делать. Опа, не радовались, наверное. Без ошибок бы наконец текст писали. Ну и разговариваем немного о подходе. Я пропагандирую подход, когда отдельная функция написана под каждый этап работы программы. Ну вот это объект ориентированное программирование. Вы написали одну функцию, хорошо работающую, доработали ее, и можете пихать в любую программу, которая вам заблагорассудится. Это удобно, практично, надежно. А не писать каждый раз всю эту ересь в одном файле, в одном листе. То есть лучше написать, чтобы работало. Ну, я так делаю. Ну и первое, что нам нужно, нам нужна функция divmain. Вот. Называть можно вообще как хотите. Ну, я называю divmain, и на большинство называют divmain. Дальше url. И сюда, неважно с какими кавычками, нам надо передать url, который мы хотим спарсить. Так или иначе. Вот. С одной стороны, типа, одна страница, это неинтересно. Но, тем не менее, для начинающего это уже хорошо. at.ru, сайт обучалки, короче. Вот он. Вот. Следующее. Если я сейчас напишу print и url, который выведет нам содержимое функции url, нам ничего не выведется. Как заставить вот эту штуку работать? Для этого просто надо допереть. Вот. И воспринимать ее как данность. Для этого нам нужно запустим, задать, сказать парасер, сказать Python, что мы хотим, чтобы наша программа начиналась с функции main. Как это сделать? Пишем main, просто слово. И нам вот такая конструкция предлагает. Нажимаем enter. Она появляется. If name main. И дальше здесь надо выбрать переменная, которая будет стартовать нашу работу. И, в принципе, здесь больше ничего писать не надо пока что. Можно много переменных. Ну, вот она. У нас выводится url. И, в принципе, типа, все. Ну, вот, собрали url, которые же сами и задали. Смешно. Но это только начало. Теперь нам нужна функция, которая будет обращаться к серверу и получать от него ответ. Работает страница или нет? Давайте get request напишем. Называть функции можно как угодно. Содержимое тоже можно вот из скобок писать какое угодно. r равно. Это просто для понимания вас, чего вы передаете. request.get, то есть получить url. Ну, и, в принципе, уже так будет работать. Теперь нам давайте напишем небольшую логику. If r, то есть если переменная if r, ок, ну, то есть она дает правильный ответ, то есть 200, то, двоеточие, то, возвращаем return, return, точка, текст. Возвращаем переменную, то есть url возвращается обратно. И с ним дальше можно работать. Как проверять все функции? Вообще, как я это делаю? Нажимаем print r. Перед началом какого-то действия. Передается или не передается? Если обратить внимание и здесь убрать url, то на самом деле для этого просто надо допереть. Ни хрена не передается. Чтобы заставить программу передавать что-то, нам нужно обратиться из первой функции во вторую, как мы сделали вот здесь. Нам нужно ее вызвать. То есть пишем get request. Но нам надо передать ей какое-то содержимое. Что мы можем ей передать этой функции? Правильно, url. Передаем. И получается у нас, что оказывается, теперь две функции у нас работают. И все типа нормально. Но мы же не только для этого здесь все собрались. Мы же еще и чаю попить. Поэтому давайте соберем с вами html. И поговорим подробнее о beautiful soup. Некоторые вещи из него просто надо понять как данность. Beautiful soup. У меня довольно странное название. Но кого это волновало? Правильно? Мы же в принципе... Мне кажется, beautiful soup делали русские разработчики. Потому что именно у нас все в вооружении. Подкидыш, буратино, елка, катюша. А в Америке там что-то агрессивное обычно. Ну, понимаете. Пишем dev. Это значит, мы создаем новую функцию. Get. Hot. Emile. Hot. Emile. В сковорочках, чтобы просто нам было понятно, что мы хотим. Hot. Emile. Пишем soup. Эта функция просто удобна. Ну, не функция, а это переменная очень удобная. И все ее так пишут. Чаще всего все это я. Пишем html. То есть мы передаем от вот этого. Вот сюда вот то значение, которое мы получили из предыдущей функции типа. Но мы еще к ней не обратились. Да вроде это очень сложно, но на деле нифига не сложно. Тут просто логически надо все понять. Вот. А вот мы сделали. Emile. Это стандартный парсер, разборщик html. Все. И пишем print. И пишем soup. Вот. Если сейчас запустить программу, то, естественно, ничего не заработает. Это не заработает оно, потому что вам нужно было усвоить один момент. Это передавать значение из предыдущей переменной, новый. Лучшим вариантом это делать из переменной main, например. Как мы можем это сделать? Закрываем все до добра в скобочки. Вот. И пишем вот здесь вот. Пишем get html. Вот. Особенность такая. Мы читаем слева направо, Python читает справа налево. То есть URL он придает request, request придает все в get html. И если сейчас запустить, появится вот такая вот портянка со всем содержимым страницей. Похожим на html. Но вот здесь кроется вся ошибка большинства тех, кто парсит, начинающих программистов. Это уже не html. Это просто текст. Объект супа. Мы его называем как лук, помидор и так далее. И к нему можно обращаться, можно распаршивать целые куски, какие-то делать программу более быстрой и при этом упрощать себе жизнь. То есть мы можем теперь обращаться не к beautiful супу, распарсить html, а просто к супу. Если в супе что-то распарсим, то дальше. И так далее, и тому подобное. Ничего в принципе сложного нет. Просто поймите, что это уже не html, это текст для разбора. Также можно и вордовские файлы забрать, и Excel, и что хочешь. Вот. И теперь я вам расскажу вещь, которая, наверное, самая нужная для начинающих разработчиков, когда что-то не получается. Это стандартный функционал питона, такой как try-except. Это попробовать, и если не получилось, что будет дальше. Он очень важен и позволяет вам закрыть 90% возможных проблем, которые у вас будут. Мы обращаемся к переменной sub, в которой уже содержится HTML-код этой страницы, а не к самой странице. Ибо нафиг нам два раза эту страницу проходить. Title. Мы хотим собрать title. И если мы хотим освободить код, я сейчас покажу, как это сделать. Вот. Мы допишем туда небольшую штучку. Title. Вот. И вот у нас уже функция, но она еще не закончила. Нам нужно набрать accept. Вот. А здесь вы можете написать как pass, так и print, так и другое действие, если какая-то переменная вдруг не сработала. Нажимаем показать. Вот наш title. HTML пока можно вот здесь вот закрыть. Закомментировать. Сейчас водички попью и поведем дальше. Try. То же самое. Давайте сразу description. равно soap find Здесь более сложная штука. Мне на то, чтобы допереть, как спарсить нормально description, ушло, ну, дня три различных экспериментов. Я просто не смог найти должной правильной информации. В итоге как-то к этому сам пришел. И я думаю, наберется на человек сто, которые каждый раз испытывают одну и ту же проблему. У программистов, которых я знал, я спрашивал, они либо не понимали нахрена, но мне надо, либо не знали этот тег, либо еще какие-то варианты. Я считаю, что если вы просите сайты, вы должны в них разбираться. Я разбираюсь в сайтах. Вот. И начинаем. Пишем мета. С этого начинается этот тег. Далее. Запятые. Далее. Фигурная скобка. Как Кабаева. Name. Вот здесь двоеточие. То есть мы обращаемся к переменной Name и хотим взять именно тег Description. Там просто очень длинная строчка. Мы сейчас к ней вернемся, вверх прокрутим. И вы поймете, почему именно так. И нам нужно завершить все это добро. Так. Произошел небольшой сбой. Нам нужна еще одна фигурная скобка. нужен контент. Двоеточие. И вот это содержимое контента. Вот такая вот. Обалдеть, какая длинная штука, до которой нужно допереть просто. Ну, и на самом деле потом, вот, используя такие вот различные параметры, можно выгружать очень сложные теги, которые вам могут понадобиться. Где там он был? Вот. Сейчас. Вот он, смотрите. Meta content. Нет, не вот. Вот он. Он здесь даже коряво набран. Но нам нужно вот именно вот этот вот параметр. Содержимое вот этого тега. Вот. Ну и теперь нам надо его вывести. Description. Clear равно Description. Print. Description. Clear. Зачем я так сделал, я расскажу чуточку позже. Accept. Pass. Ну и давайте, наверное, еще возьмем H1 и возьмем URU. H1S. Можно звонить, я хочу давать. Find. Обязательно надо понимать разницу между Fight и FindAll. Find. Найти один объект, если он единичный, FindAll, если надо много объектов находить. Вот и все. Find находит только первый, который ему встречается, FindAll находит все. Вот. Ну и здесь в САС-1 все очень просто. То есть просто H1, он такой всегда, ничего с ним не бывает. Ну и Print. H1S. Accept. Pass пока что, потому что мне на некие действия делать. Ну и остается нам Try. У нас очень жопостный, жопостный сайт. Почти всегда в любом сайте, где-то в шапке, висит URL страница. Его лишь надо найти и меняется лишь тот тег, который вы будете выпаршивать. В данном случае, чтобы выпросить тег url, нам нужно URL page написать какой-нибудь SOAP, то есть обратиться к уже спаршенному контенту Find. И здесь нам нужно назвать Base. В данном случае, видите, Base. вот он. В принципе, кажется сложно, но на деле здесь все строится по стандартным законам логики. То есть, если вы примерно поняли, что объект SUPA, вот ту страницу, которую вы спортили, спарсились, это уже не HTML, уже становится проще. Если вы знаете, как вызывать функции, уже становится проще. Если вы знаете Try и Accept, то есть принцип работы попробовать, если не получилось, попробовать по-другому, то проблем вообще никаких нет. Особенно такие всякие бложики и прочее. Это, наверное, тема будет очень полезна тому подписчику, который спросил, а вот я хочу себе блог для пассивного заработка. Братан, вот честно, ты можешь написать, я тебе уже даже написал там комментарий, что тебе понадобится в районе 3000 статей хотя бы там и 30 посещалки в месяц хотя бы. Вот. Я не говорю не про слепую удачу, а про то, что с тремя тысячами статей нормальных встроев все такая посещаемость у тебя будет. Но тебя вот с таким простым подходом просто распарсят, заберут твой контент и выкинут на помойку. Без обид. Но в такой жизни в России никак, абсолютно не соблюдаются авторские права. Вот. Россия страна тугая, плохая для всех творческих людей. Кто бы там что ни говорил. Мы здесь не защищены, население здесь довольно странное, никто никогда тебе ни спасибо не скажет, ничего не сделает такое. Все воспринимают, что там твой труд это как данность, никто его не оценит. Поэтому, как я тебе уже написал, иди просто устройся в офис работы, не забивай себе голову. Не спонсируй поисковые системы. Если ты хочешь оказывать какие-то услуги или ведешь для себя, то конечно. А если ты хочешь на коммерцию, просто забей. Вот. Не стоит оно того. Пас. Вот такие вот штуки мы написали и посмотрим, что у нас получится. Так. Description у нас Description. Что-то я здесь где-то ошибся. Base у нас выбрался. Так. На мета нейм. Где-то там была ошибка. Сейчас по странице посмотрю. Метанейм. Дескрипшн. Контент. Что-то он не хочет у нас выводиться. Но мы сейчас посмотрим, что ему мешает. Давайте. Клер. И я покажу, как это все очистить. Все-таки где-то здесь опечатка есть. Description. Description. Soap. Find. Meta. Name. Meta name. да и то чем иногда так приходится разбирать и стрип шанса мета name а вот видите это частая ошибка начинающих иногда вот буковка не то легла и уже ничего не работает и приходится очень внимательно проект видите все выгрузилась но теперь давайте очищать естественно в таком виде иногда это требуется учаще всего требуется просто текст поэтому простая функция текста позволяет нам очистить title от содержимого вот он получился с description так уже не проканает поэтому здесь надо немножко пойти с другого хода нам нужно получить содержимое тега внутри тега то есть get и дальше обратиться к тому откуда мы хотим получить завершающий у нас был контент поэтому из контента вот пишем функцию новую которому сделали функцию а переменную вот у нас уже description нормальный h1 то же самое нам не нужен html код пишем просто текст вот а с bs а то тут то же самое get href то есть содержимое теги вот и вот собственно у нас сейчас должно получиться title description h1 и url и в принципе если сейчас бы мы сели бы и дальше затягивали видео мы бы просто-напросто написали бы обходчик по всем страницам эту функцию применили собрали бы всеми это теги а дальше выгрузили бы их в excel очку с одной стороны когда страниц 10 1550 можно руками быстрее сделать но когда страниц 1000 2 100 тысяч миллион без парсеров уже никуда да многие 7 ски так и иначе позволяют инструментально выгружать получать данные сайта но не всегда они работают корректно не всегда правильно и не всегда это бесплатно или удобно а вы иметь возможность выгрузить так теги у конкурентов сделать их сравнение проверить их на уникальность проверить различные вещи это очень ценный полезный навык который сильно упрощает жизнь любому сеошнику любому айтишнику webmaster да кому угодно это очень важно уметь надеюсь видео вам было полезно ну вот по библиотекам beautiful sub сейчас я немножко переключусь на другое окно давайте посмотрим а есть стандартный туториал библиотеки beautiful sub где есть огромное количество различных вариантов того как вы можете так или иначе обходить страницы а также рекомендую почитать байтов python он полезен тем что там вы узнаете основу того что концы калфорж такое и что такое вайл как делать переменные чем можно что нельзя чтобы быстрее вникнуть я не говорю вам заучивать я говорю просто пролистайте посмотрите что-то попробуйте и примерно через недельку полторы вы уже что-то будете уметь я напоминаю парсинг это один из прибыльнейших видов бизнеса потому что с каждым годом это услуга требуется все большему количеству сайтов потому что сайтом требуется контент требуется массовая аналитика массовая обработка и куча всего остального что позволяет резать вам python ну и в принципе наверное все больше ничего вам такого рассказать пока не буду рассказывать вот если видео за что поставьте лайк оставьте комментарий интересно интересно ли вам дальше получать видео про python смотреть их изучать вот предлагайте какие-то свои варианты того что вам интересно будем думать и дальше развивать канал обязательно подпишитесь если вы это еще не сделали чтоб канал рос более быстрыми темпами у нас формировалась комьюнити которым можно будет взаимодействовать которая будет помогать развивать канал агрегировать там айтишников которые в свою очередь будут как сами профессионально развиваться так и помогать развивать канал но я с вами прощаюсь с вами был сергей бондарев пока так это это так так так